Так, Ил Ви Рон. Разве при Путине в России больше убийств, несправедливости и коррупции, чем при царях наших? Причина при Иване, расправа со стрельцами при Петре, коррупция при Екатерине Второй. И все это кажется несравнимо кошмарным и несправедливым, чем при современной власти. Ну, другая структура общества, уважаемый, я даже не знаю, Илья, наверное, уважаемый Илья, Другая структура общества, то, что было нормой, допустимо, раздавались не просто деньги, раздавались поместья, права, должности. Ну, все-таки, во всяком случае, уж на словах Путин говорит о соблюдении закона, о демократическом обществе. На делах все это, так сказать, оборачивается совершенно другими событиями, обстоятельствами. Но об этом многие говорят, о том, что Путин реконструирует, ну, некоторые феодальные общества, феодальные отношения, раздавая власть, раздавая бюджетные деньги, деньги, на самом деле, своих граждан. Я не знаю компаний, которые принадлежали бы Путину, которые приносили бы ущерб, то есть приносили бы доход, и что Путин мог распределять эти деньги. Ну, вот как Трамп. Это все бюджетные деньги, деньги отнятые у граждан, деньги, полученные за продажу ресурсов, которые не принадлежат Путину, а принадлежат гражданам. И эти деньги должны были бы использоваться не для финансирования там семьи Якунина, который теперь живет в Швейцарии, не для проектов Иванова или там Ваксельберга, Ротенбергов там и других. А для других целей, для развития экономики, ну вот Путин делает прямо противоположное в экономике. Он ликвидирует вот это спонтанное, самопроизвольное движение людей, желающих прокормить себя, зарабатывать, создавать свои предприятия. Все это он ликвидирует, превращая, это осознанная политика, превращая любой бизнес в часть госмонополий. Ну, тем самым ликвидируя бизнес. И кто-то тут спрашивал, далеко ли до распределительной экономики. Ну вот с этими госмонополиями ближе к госэкономике, чем с большим количеством независимых предприятий, которые платят налоги, обеспечивают себя, создают рабочие места. Ну, это одно из направлений движений к распределительной экономике, к авторитарному обществу, которое строится очень интенсивно. Ну, и я бы не стал сравнивать Путина с Петром или с Екатериной Второй. Но это как-то я на стороне адвокат сейчас Петра и Екатерины Второй. Ну, нехорошо, Илья, сравнивать мелкого воришку с великими реформаторами России. В другое время расширение территорий государства – это была форма экспансия, это была форма существования государства, создания колоний, которая потом, вот в период деколонизации в середине XX века, ну, разрушилась, превратилась в более современную организацию обществ. Вот сегодня продолжать проводить такие же эксперименты, там, захватывать Ермаком Сибирь или там, не Ермаком, а Стрелковым, там, Восток Украины. Но это признак умственной отсталости и несовременного государства. Продолжение следует... Продолжение следует...